Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Всемирный день книги и авторского права. В гостях у Центральной городской библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова Ольга Васильевна Лебедева. Она является автором книги «Нити времени». Ольга Васильевна расскажет о том, почему книга так называется, какие в нее вошли произведения и что для нее значит творчество. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, начну с того, вообще, как книга эта у меня вдруг появилась. Я профессиональный литератор, я инженер-строитель с 45-летним стажем, даже, может, больше. Но писать я начала, вот так вот, если сказать, писать, да, довольно поздно, потому что, конечно, рифмы складывались когда-то, там, в открытки поздравительные и все. Но потом, со временем, когда больше времени у меня было свободного от работы и дети выросли, вдруг это стало чаще происходить. И накануне своего 70-летия, 70-летия, я подумала, что это ведь дата определенная, это какой-то рубеж, в общем, уже можно отчитываться перед человечеством, зачем я жила, почему я жила, что я делала и что я сделала. В общем, время, когда мемуары люди пишут. Ну, мемуары, ну, кому это интересно, кроме самых близких людей? И, значит, я решила поступить по-другому. У меня накопилось очень много историй, смешных случаев, всяких иронических вещей. У меня лично очень много всегда что-нибудь случается, у моих друзей, у моих родных, у моих знакомых. Образовалась целая подшивка вот таких рассказиков коротких, которые я временами записывала, решила их собрать в одно место и стихи тоже. И эта книга у у меня собралась. Книга собралась, я подумала, как же ее назвать? Все казалось банальным, все казалось избитым, ничего в голову не приходило. Но надо признаться, что я уже давно живу и много размышляла о мироздании, о жизни. И пришла к выводу, что у человека самое ценное, самая нужная составляющая, самое важное – это время. Время, которое нам отпущено на жизнь. Оно у всех разное, но она удивительная вещь, его никак не повернуть назад, только воспоминаниями, ему не предсказать будущее. Но каждый день – это подарок, каждая минута – это подарок нам, избранным. Поэтому ко времени я очень уважительно отношусь и очень злюсь, когда люди говорят, ой, делать нечего, надо бы как-то время убить. Боже мой, ну нельзя убивать время. Оно убьет вас, если вы так будете к нему относиться. Надо ценить каждую минуту жизни. Вот. И значит, очень мне хотелось, чтобы на обложку этой книжечки моей слово «время» каким-то образом попало. Но как бы я его не пристраивала, все мне казалось не так, не так, не так. И вдруг прямо как-то сверху пришло слово вот это нити. Почему нити? Потому что кроме того, что мы во времени живем, баловани судьбы, да, мы еще ведь не одни живем на планете Земля. Мы же в сорциуме живем, общаемся с людьми разными, и хорошими, и плохими бывают, и интересными, и скучными, и яркими, и не очень, и любимыми, и не очень. Ну, вот эти переплетения, переплетения нитей их судьб с моей, и в любом другом случае, если кого-то взять у них, тоже такое же переплетение, получается определенный узор судьбы. И поскольку в моей книге очень много рассказано про моих друзей, знакомых, родных, и в стихах, и в рассказах, я решила, что надо книгу назвать «Нити времени». Тут все прямо сложилось, все пазлы сложились, и я осталась довольна этим названием. В подтверждение этого я хочу прочесть одно из моих любимых стихотворений, называется «Ода времени». Ода, потому что я действительно уважаю это, это составляющая нашей жизни. Время. Что ты, друг ли, враг ли? Нет ответа на вопрос. То ты капаешь по капле, то несешься под откос. Нету времени начала, нету времени конца. Безысходность означала это качество кольца. Мир несется по спирали. Каждый миг неповторим. Растянуть и лежать едва ли, если даже захотим, мы не сможем. Как печально. Ни назад и ни вперед. Предначертан изначально человеческий полет. Время. Все же. Будь мне другом. Не лети. Заметь ли бег. Будь вселенной, а не кругом. И продли мгновенью век. Я еще не все сказала. Не успела. Не познала. Слов любви не досказала. Внуку свитер не связала. Давайте еще о книге. Подговаривайте. Книги меня и пригласили сегодня. Вот. Я уже вам рассказала, что тут напополам делятся рассказики эмористические и стихи. Рассказики, они выстроены не во временном порядке, не по темам. Просто так вот, как бы вот горсть смеха брошена. Как она упала, так она и упала. Вот. И поэтому эта часть книги называется «Винегрет». Потому что все про всех, про все и про всегда. Та часть книжки моей, да, которая называется «Стихи». Ну, так ее назвали «Стихи». Ну, в общем, рифмованные мои мысли о жизни, о мире, о человечестве, о природе, о взаимоотношениях. Обо всем, что нас окружает, мое мировоззрение. Ну, в рифме. Тут много всяких разделов. И про Родину. Потому что я считаю, что я патриот, и меня не собьешься от этого пути. Ну, конечно, большая часть про любовь, которая называется «Любовь с буквы заглавной». Тоже убеждена в этом, что все от любви. Очень много посвящений всяких разделов. Посвящений событиям каким-то, людям, даже каким-то сооружениям, зданиям. В общем, все то, что меня когда-то восхищало и восхищает. Есть такой интересный раздел «Сметение души». Потому что, ну, действительно, у каждого человека бывает, что он попадает под какое-то настроение, или очень грустит, или очень радуется, или задумается всерьез о чем-то. Вот в этом разделе у меня все. Есть звездный полок, когда я восхищаюсь природой, где обязательно присутствует небосклон, небо, звезды, и все, что нас окружает, все, что растет, движется. Есть просто мысли, там коротенькие мои всякие измышления, есть грустная страница, потому что невозможно прожить жизнь без потерь. Это, конечно, самые большие потери людские, когда уходят наши близкие друзья. Есть раздел «Улбнись», там и детские есть стихи, и всякие смешные истории стихи заложены, зарифмованы. Ну, я уже говорила посвящение близким, это тоже большая у меня часть, там, и друзьям, и, как я назвала, посвящение родным, близким, великим и неочим. То есть все, что мило моей душе, что просила стиха, вот это и получилось. Даже есть страничка немецкая. Ну, я долго в школе, в институте, и потом еще занималась немецким, не знаю почему. Нравилось мне очень углубленное изучение языка. Ну, к сожалению, я сейчас не могу говорить на нем, как раньше, потому что любой язык требует тренировки, у меня ее нет. Ну, перевод даже у меня, Гета, есть один. В общем, интересовалась этим. Вот я еще раз подтверждаю, что я пыталась, как бы, отчитаться за эти 70, но идти дальше. Так, что мне дает творчество? Интересный вопрос. Я не знаю, что он мне дает, но я уже без него не могу. Потому что иногда не удается выговориться так в беседе с людьми, не потому что они на другой волне, а потому что я не сразу знаю, как это подать. А здесь, общаясь с бумагой, у меня это лучше получается. Наверное, вот все-таки это жизненная необходимость теперь, которая пришла с годами. Это не всегда у меня было. Наверное, так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...